Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 30 сентября – день памяти святых мучениц веры, надежды, любови и их матери Софии. София была вдовой и сама воспитывала дочерей, прививая им веру в Господа с детства. Император, узнав о них, решил вернуть в язычество. Девушки ответили отказом. Их подвергли многочисленным мучениям, а затем обезглавили. Похоронив своих дочерей, мать их София умерла от горя спустя три дня. Согласно Писанию, на момент смерти веры было 12 лет, надежде 10, а любовью всего 9. Сегодня проводились девичьи посиделки. У многих девушек были именины, поскольку вышеуказанные имена святых мучениц были очень популярны в дореволюционной России. В связи с этим был установлен общий праздник, который назвали бабьими именинами. И в этот день стали поздравлять всех женщин. Сегодня по старинной традиции полагалось вспомнить своих предков и близких. Пустить слезу, вспоминая милое сердце эпизоды жизни с ними. После этого принимались за приготовление пирогов, кренделей для праздничного обеда. Приметы. Если утро сегодня пасмурно, погода на ближайшие дни будет хорошей. Если сегодня солнечно и тепло, можно отправляться на рыбалку и рассчитывать на хороший клев рыбы. Журавли улетают в теплые края, жди мороза на покрова. Если сегодня выпал первый снег, до зимы осталось 40 дней. Если иней, это к сухой и солнечной погоде. И самое интересное, что вернувшись после того, как он исследовал и изучал народность хунзу, он решил дома в Англии поставить интересный эксперимент на большом количестве животных. В Англии? Чтобы объяснить. Да, в Англии. Одних из них он питал обычной пищей лондонской рабочей семьи. Это белый хлеб, сельд, сахар, рафинад, консервированные вареные овощи. И что вышло? В итоге группа, большая группа этих животных, стала болеть различными человеческими болезнями. А вот те животные, которые находились на детях хунза, на протяжении всего опыта оставались абсолютно здоровыми. Слушайте, ну это действительно научные подходы. Что научные подходы? Это эксперимент, наблюдение. И статистика. Статистика, да, пожалуйста. Одно дело, вот я там вегетарианец, допустим, а ты там сыроед, а еще кто-то там, допустим, какой-то там солнцеед. Я говорю, да, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Но когда это делается в массовом порядке, и статистика неумолимо говорит, кушайте вот эту пищу, заболели человеческими заболеваниями, кушаете, значит, другую совершенно пищу, вы, наоборот, выздоровели. И как раз Уильям Хэй, он, изменив свое питание, выздоровел. И в итоге диета, в которой меньше, особенно белка животного, действует очень хорошо на почке. Почему на почке? А потому что почки в основном у нас выводят распад белков. Они там мочевину вводят и так далее. И если человек постоянно переедает мясо, особенно много употребляет соли, то это идет большая нагрузка на почки. Как только мы начинаем облегчать работу почек, у них появляется возможность восстановиться. Что и произошло. Вылечился. А если бы там лечили, ну, как тогда лечили по обычной схеме, то, естественно, ничего бы не получилось. Инна Петрович, смотрите, я когда фарш, вот этот, значит, из фарша лепила, я на вкус попробовала, мне показалось мало сахара, да? Все-таки же десерт. И я добавила меда. Вот тоже такой эксперимент сейчас у меня будет научный. Но в любом случае, с медом или без, вот эту фигурку, ой. Надо одеть? Надо опускать. Я надену, да, я приготовила специальную перчатку. Потому что это очень мощный такой. Конечно, да, он красит серьезно. Все. И вот я его опускаю в свекольный сок. Вот она прям уже на клубничку похожа. Это как раз конфетки для детей можно делать. Дальше, вот, кунжутик. Обмакиваем. Обмакиваем. Все. Поставили. Действительно похоже на клубничку. Вы понимаете, клубничка, она потом застынет вот чуть-чуть. Здесь даже в холодильник не надо. Почему ставили тогда в холодильник? Потому что эти вафли, ну, их надо захолодить, чтобы они форму держали. А у нас проросшее зерно прекрасно держит форму. Так что я думаю, без холодильника, вот, да, ведь все ушло. глотнуло. Наверное, будет вкусно. Это получается очень полезная сладость для питания детей, пожилых людей, так и для диетического питания. Здесь у нас все прекрасно сочетается. Во время прорастания крахмал, зерна превращается в солодовый сахар, и мы тут имеем дело уже с такими углеводами. Не с крахмалами, а с углеводами. Семена позволяют всему этому лучше перевариваться, быть такими тепленькими наш организм. И что еще немаловажно, сок, он тоже, свекольный сок, будет действовать по-своему благоприятно. А именно, он будет улучшать наше кроветворение. Кстати, ежедневная пища хунза, это лепешки и супы, и цельного хлебного зерна, овощей и фруктов. Цельное зерно, как раз мы с вами показали, не просто цельное зерно, а проросшее цельное зерно, которое еще более ценное, нежели там обычно. Вторые лунные сутки. Интересно отметить действия лунных суток на человека. То, что ранее расшивяла приливная волна, идет на спа, на сжатие. И в сознании человека это проявляется эмоциями жадности, привязанности к вещам. А если это не удовлетворяется, то появляется раздражение и злость. Противоядием против действия луны служит обратная щедрость. Что касается питания, то сегодня можно отбирать продукты, которые будете использовать в течение всего лунного цикла. Ведь вкус продукта это энергетика. И если ее не хватает, то нам больше всего хочется продуктов с определенным вкусом. Этот день подходит для очищения лобных и гайморовых пазух. И вообще, в этот день следует что-то начинать. Третьи лунные сутки. За предыдущие лунные сутки в организме образовалось напряжение, однокопленное в результате сжатия энергии. И сегодня настал день, чтобы дать ей разрядку в виде большой и интенсивной физической нарушки. Вообще, энергетика лунных дней может способствовать росту спортивных результатов. Если ей следовать, если вы не спортсмен, то в этот день можно выполнять большую работу по дому, и вы не устарите. А после выполнения работы обязательно примите горячие ванны. Важно расслабиться и полноценно отдохнуть. Сегодня не принимайте никаких серьезных решений. С горяча можно наломать дров. А вот поточить ножи сегодня очень даже хорошо. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровьица и до новых встреч!